Итак, сегодня на календаре у нас 22 октября и мы с вами посмотрим, что происходит на нашем винограднике в это время. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству. И винодели зовут Моя Светлана, я биолог по образованию виноградрика. Призвай с нами выращивание винограда, понятно и доступно. Напоминаю, это у нас виноградник молодой, здесь у нас кустам третий год и младше. Но на старом винограднике ситуация примерно такая же. Ну и первое, что вы видите за моей спиной, это довольно много зеленого листа. Да, мы проскочили заморозки и наши кусты себя прекрасно чувствуют. Конечно же, они начинают готовиться к зиме, да, вот здесь видно, что черешки, листики отвалились, но листа все-таки еще достаточно много. При этом, видите, лозы вполне хорошо вызревшие. Вот здесь тоже, смотрите, один куст навстречу друг другу. Опять же, прекрасно вызревшая лоза, но у нас на растении еще очень хорошо держится зеленый лист. Вот, смотрите, только ананасный, вот у него, опять же, вызревшая лоза полностью до кончиков. Лист пожелтел и так уже довольно неплохо осыпался. В то же время вот рядом альминский, у которого тоже прекрасно вызрела лоза. Ну, как видите, лист совсем-совсем зеленый, и даже пасынки, вот, пасынки прекрасно держатся и не думают еще отваливаться. Они потом отвалятся, но пока что им еще рано. Это у нас пенонуар. Ну, ситуация такая же, и ситуация такая же практически на всем винограднике. Да, конечно, процессы идут. Лист желтеет, либо краснеет, в зависимости от сорта. Вот, например, у Дарренфельдера он вот такой. Да, но тоже видно не на всем еще. Вот там, смотрите, красный кустик, это туран. Тот туран, который агре. Тоже лист краснеет, но все еще держится. Вот здесь Бриана. Ну, Бриана, видно, что достаточно много уже листиков потеряла. Тем не менее, еще далеко не все. Брависсимо. Немножко тут его ветром пообрывало подвязки. Вот тоже видим. Да, что лист еще очень хорошо держится. Вот здесь у нас молодежь, двухлеточки. Тоже видите, листа еще очень и очень много. Но возревания лозы более чем достаточно. А, смотрите, какая двухлетка. Вот я же с высоты своего роста снимаю. Какие лозы мощные. И какое хорошее возревание. Ну, дальше. То же самое, тут даже пасынки уже начали зреть. И вот тоже. Ну, ситуация примерно одинаковая на всех. Вот, смотрите, возревание. Очень хорошее. А то, когда показывала, что делать с малышами, да, там комментарии. Чему вы людей учите? У вас ничего не выросло, не вызрело. Конечно, из ста кустиков мне с трудом удалось найти два с плохим возреванием. Но у нас, конечно, ничего не вызрело. Вот так вот оно у нас не вызревает и плохо растет. Кстати, смотрите, специально оставили гроздочку Антония Великого. Просто посмотреть, как висит на кусту. Шикарно висит. Не сыпется. Вот в теплице ягода может иногда осыпаться. Здесь, ну, видно, мы иногда ходим в пробы, да. Прекрасно висит, прекрасно сохраняется. Потому что, видите, мокроешь все. Ну, вот так. Ну, вот здесь при стенке тоже весь лист. Ну, не весь, конечно, есть. Где-то чуть-чуть по верхушкам хватануло. Оттонуло морозиком. Нижние листья уже начинают отмирать. Но, тем не менее, общая картина, она вот такая. И вопрос, что мы делаем на винограднике в это время? Мы не делаем ничего, да. Лист висит. Пусть висит. Мы ждем естественного листопада. Ближайшая неделя у нас точно потепление. Дальше вроде бы тоже еще достаточно тепло. Но, в любом случае, резать растение с листом не имеет абсолютно никакого смысла. Если лист держится, то говорит о том, что процессы все еще идут. И для чего-то он растению еще нужен. Идет накопление питательных веществ. Ну, пусть себе накапливается. Ваш вопрос, надо ли чем-то обрабатывать? Имеет ли это смысл? На самом деле, мнение очень спорное. Я вам скажу так, что последние годы мы абсолютно ничем на осень не обрабатываем. Лист опадет, мы лоза обрежем, пришпилим к земле. Ну, по первым, или не по первым морозикам, как будет получаться, укроем. Но никаких обработок уже сейчас мы проводить не будем. Вот по такому зеленому, скажем так, еще работающему листу, если бы стояла теплая погода, то можно было бы пройтись какими-то лечащими препаратами от аидиума. Потому что, да, не буду скрывать, где-то аидиум по верхушкам есть. Но сыро, да, видим сегодня какой туман. И вот сегодня у нас 10 градусов, вчера было 5, позавчера было 4. То есть при таких температурах обработки проводить бессмысленно. Да, возможно, там еще будет что-то и 12, и 14, и возможно 15. Но, повторю еще раз, мы уже делать ничего не будем. А все, как есть, так есть. Ждем листопада. Да, тогда уже обрезаем, укладываем и накрываем. Надеюсь, вам было интересно наша маленькая экскурсия. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов и награды и наши контакты. До новых встреч!